О, этот сладостный момент, когда ребенок позавтракал и спокойно себе играет. Можно и чайку попить. Барсик с утра пораньше уже отрабатывает свою смену. Илья, покоритель Эверестов. Ну давай, залезай. Давай, давай. Ой, молодец. Ой, молодец. Все, залез. Вот он, захватчик родительской кровати. Собственно, персоной. Что, Илья, это не я, да? Скажи, это не я. Я ничего не знаю. Ничего не знаю. Кстати, вот этой вот розе пересадка пошла на большую, при большую пользу. Я еще добавила вот сюда костную муку. Вот это беленькие такие точечки. Это костная мука. И очень здорово пошло. Раньше через день листочки были пожухлые. То есть, такое ощущение, что я не доливала. Я постоянно поливала и поливала, поливала. А сейчас я поливаю где-то раз, то есть, два раза в неделю где-то. И листочки очень даже такие живенькие, бодренькие. Мне кажется, что все-таки это новая земля. И вот эта костная мука делает свое дело. Кстати, а пупырышки мои, вот эти хлорофитумные, прижились. Вот, будут сейчас расти. У меня на завтрак сейчас, впрочем, как и всегда, недоеденная Илюшей каша. Ну, зато завтрак полезный хотя бы. Барсик пропылесосил, хоть тишина. А то что-то в последнее время гудит сильно. Илюша, любишь, да? Любишь курагу? Да. Вот Илюша у нас, он просыпается и начинает кричать. И вот он кричит, кричит, кричит. Ну, все говорит о том, что он хочет кушать. Да, малыш, ты хочешь кушать, да? Да. И вот я, превозмогая все, просто, делаю ему завтрак, кашу, там, все 24 удовольствия. А он потом начинает кричать и отпихивать все, да, Илья? Да. Ну, вот. И потом в результате он попил только компотик, чуть-чуть кашки, поел там 3 ложечки и сидит наяривает курагу. Да, Илья? Да. Да? Между прочим, ты сидишь на моем месте. Еще и выгнала меня с моего места. Вот что это за дела такие, а, Илья? Давай покажем Дане новый велосипед. Где у Дани новый велосипед? Там, да. Да, они несколько дней назад купили новый велосипед. Вот такой вот двухколесный. Он такой тяжеленный. Брали в спортмастере. Ну, хорошо, кстати, он катается. И вообще, сам по себе велик крутой. Но почему-то все велики вот такие детские, они вот такие тяжелые. С четырьмя колесиками, в общем, все как надо тут. С тормозами, все супер. Раньше у нас Даня прямо дома катался вот на таком или пузерном велике трехколесном. Он как раз научился педали крутить. И поэтому на двухколесный пересел очень легко. Но я думаю, что месяцок он поездит с вот этими маленькими колесиками. А уже потом я ему или муж мой, наверное, муж все-таки мой, снимем мы ему колесики. И пускай уже гоняет как настоящий большой мальчик. Кто у нас такой хорошенький? А еще, оказывается, к нам приезжают мой свекор со свекровью в конце марта. Свекровь приезжает просто погостить, а свекор приезжает надолго. Он нам будет помогать строить наш дом. То есть у нас уже стройка вот-вот через полмесяца начнется. Опять. А я что-то морально вообще не готова к этому. Да, Илья? А ты готов? Ты готов? Будешь строить нам домик? Да. Так что буду снимать, рассказывать, что мы как строим. В этом году нам нужно построить крышу. В прошлом году мы построили коробку дома. В этом году нам нужно построить крышу, забор и гараж. Да, Илья? Это, конечно, все разговорчики. А сейчас на повестке дня у нас такое явление, как диван. У нас диван на ножках, и под ним скапливается просто куча грязищ. Вот здесь ничего не видно. Как будто даже все и чистенько. Но на самом деле там очень много пыли, и там даже какие-то игрушки есть. Ну ладно, пока у нас Илья вроде хорошо себя ведет. Сейчас выдвину диван, хочу там все промыть. Ковер еще тоже выдвину. В общем, все выдвину и все помою. Вот так. Итак, для начала я вытащила все подушки из боков дивана. Вот эти желтенькие подушки. Мы их кладем в бока, чтобы дети случайно не свалились либо вправо, либо влево от дивана. У нас один раз уже старший ребенок так свалился, поэтому следующего случая мы не хотим допустить. Вот у нас тут сколько добра, всякие штучки. Это у нас плато. Да, еще элементы коврика. Вон там пожарный валяется, лего. Ну и куча пыли, конечно. Из мобильных пылесосов у меня только маленький автомобильный пылесос. Он совсем не мощный, но он вполне справляется с задачей такой, как собрать вот эту большую пыль под диваном. Вот так вот, если на комнату посмотреть, такое ощущение, что мы или съезжаем, или переезжаем, или переставляем здесь. Ну что-то грандиозное. Но на самом деле я просто хотела помыть под диваном. Уборка с детьми это сложно, но у меня нет другого выбора. У меня Илья дома, и когда он спит, я могу делать другие дела, я могу убираться с ним. У меня только нужно будет обязательно после уборки постирать его одеялко, которое он только что повозил по полу, и носки. И в принципе все. Короче, с детьми можно убираться, только потом нужно будет на несколько вещей больше постирать. Задвигаю обратно диван, и раз уж я тут достала швамбру, помойку я полы во всей комнате. Наверное, со стороны можно сказать, что уборка с детьми бесполезна, потому что в одном месте ты убираешь, а они в другом месте разбрасывают. Но на самом деле вполне себе нормально, просто я убираюсь и еще одновременно слежу, что делает ребенок, с какими игрушками он играет и в каком месте. Убираюсь, я стараюсь оставлять какой-то участок с игрушками, чтобы ребенок там сидел, ковырялся, играл, а потом я уже эти игрушки перемещаю на другое место, которое я уже вымыла, чтобы ребенок уже играл там, а другие места я потихонечку незаметненько мою. Ну, незаметно для ребенка, конечно, не для меня. Вот в данном случае мне удобнее не убрать ковер полностью, а загнуть его, чтобы у Ильи было место, где он будет играться. Когда уборка закончена, предлагаю Илье вместе поиграться на балансире, ему это очень нравится, вот видите, как он балдеет. Наша новая игрушка называется балансир. Крутая штука, это на самом деле тренажер такой, на него надо вставать, он такой чуть сдутая такая плюшечка, на него надо вставать вот так вот и балансировать. Есть вот сторона с точечками, вот с такими пупырышками сильными, а есть с совсем небольшими пупырышками. Это очень полезно детям заниматься на балансире, а также взрослым тоже очень полезно. Детям вообще на самом деле полезно для развития мозгов, то есть не для развития ног, допустим, да, как я бы подумала, а для развития мозгов. Хочу приготовить сегодня творожные маффины. Что нам понадобится? Творог, собственно, 250 грамм, пшеничная мука 200 грамм, 2 яйца, разрыхлитель теста, у меня такой вот самый обычный. Потом полстакана сахара вместе с ванильным сахаром, у меня уже тут он добавлен, щепотка муки и ручки. Все, вроде как. А, вон, еще забыла. 120 грамм масла сливочного, вот я его растопила, сейчас оно у меня остывает. Для начала взбиваем яйца с сахаром и с ванильным сахаром. Также туда же добавляю щепотку соли для того, чтобы сахар проявлялся более ярко во вкусе. Взбиваю до полного растворения сахара. Далее добавляю 250 грамм творога и размешиваю лопаткой для того, чтобы творог более ровно распределился. Вообще можно творог через сито прокрутить, но я как-то этого не стала делать. Добавляем туда же сливочное масло и взбиваем все миксером для того, чтобы масса была однородной. Добавляем муку и разрыхлитель. Мешаем. Тесто должно получиться не тягучее, но достаточно мокрое. То есть оно не должно у вас литься. Распределяем в силиконовые формочки. Можно с помощью ложки, а можно с помощью кондитерского карнетика. Вот такие вот получились у меня будущие маффины. Отправляем теперь их в духовку. Отправляем нашу красоту в духовку. Здесь у нас режим вверх-вниз. Я поставила 200 градусов по рецепту 180, но мне кажется, что 200 будет лучше. Ждем 25-30 минут. Так, смотрите, что у нас получилось. 25 минут прошло и получилась у нас вот такая красота. Сейчас нужно дать им остыть, а после того, как они остынут, посыпать их сахарной пудрой. Такие кексы получаются всегда вкусные и полезные, и еще они не очень сладкие. Так, если я их потрогаю, то они мягкие и упругие. Значит, все получилось хорошо. Вот такие вот у меня получились маффины. Вполне себе ничего. Очень вкусные и очень хороши для детского питания, потому что они творожные. Вот если их раскрыть, они вот внутри вот такие мягенькие. Илье нравится, потому что вкусно. Маме нравится, потому что полезно и мало сахара. В принципе, можно в рецепте еще уменьшить количество сахара. Я думаю, на вкусовые качества это не повлияет. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok